Продолжение следует... 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 для гена интегрина альфа-3, альфа-5, бета-1. А для гена остеопонтина в изоформе и тамбоскандин-1 также выглядело стремное значимое различие с региональными метастазами. При сравнении опухолей на различные стадии мы вывели стремное повышение уровня экспрессии интегрина альфа-3, альфа-6 и альфа-9 у опухолей на более поздней стадии прогрессии. И при сравнении группы браф положительных опухолей и браф отрицательных значимо повышен уровень экспрессии интегрина альфа-3 и альфа-5 в браф положительных опухолях. Интегрина альфа-2 и бета-3, их экспрессия значимо была повышена в образцах библиарной кациномы по сравнению с дебротачественными узловыми образованиями. Поэтому мы выбрали их для проведения химического исследования, чтобы посмотреть, как распределяется непосредственно дебилковый продукт в ткани. При этом в нормальной ткани их локализация, была характерна локализация в области базальной мембраны фолликулов. В папиллярной кациноме интегрина альфа-2 был локализован в области папиллярных структур непосредственно с самого опухоли. Интегрина бета-3, его локализация была более характерна как на базальной, так и на пекальной мембране, с чего можем сделать вывод, что это способствует инвазии ухлёх клеток. И для сравнения также мы привели химические исследования в образцах калькулярные геномы, для них характерно умеренный уровень муфлуоресценции и достаточно равномерное распределение. На данном плане представленные выводы позволят заинтересоваться, потому что мы привыкли результаты. И я хотела подвести итог по сегодняшнему результату нашей работы. Для всех генов, которые мы исследовали, мы выявили, ну, в той или иной группе сравнения, мы выявили достоверно значимые изменения. И на сегодняшний день клинические испытания проходят три таргетных препарата, литров интегринных рецепторов. К сожалению, сегодня в России практически нет исследований по уровнях экспрессии. Они изменяются практически во всех опухолях. Есть данные о изменении интегрина Альфа-5 и Альфа-3, вот в первой помолочной железы. В общем, мы планируем продолжать наши исследования и надеюсь, что у нас получится выявить их в качестве маркеров для клинических парт.